Конечно, для первых данных есть большие вызовы. Прежде всего, это вызовы, связанные с новыми технологиями, которые меняют, соответственно, традиционную модель передачи информации. И с учетом того, что европейский регламент в GDPR вступает в силу уже весной этого года, я думаю, есть смысл поговорить немножко о вот такой хайповой, наверное, сегодня теме, про блокчейн и персональные данные, его связь с GDPR. Ну, хочется начать, наверное, с анекдота, который звучит на новый лад, когда приходит гражданин к доктору и спрашивает, доктор, вот когда у меня сначала блокчейн, а потом биткоин, это нормально? Доктор говорит, это нормально. Доктор, а если у меня сначала биткоин, а потом блокчейн, это нормально? Это нормально. Доктор, а если у меня блокчейн без биткоина? Думает доктор, а, собственно, что вас беспокоит? Да нет, ничего про слова такие классные. Биткоин, блокчейн, так повторял бы и повторял бы. Вот сегодня мы часто слышим эти слова. Соответственно, Беларусь сделала очень важный шаг в прошлом году, да, с подписанием восьмого декрета, который подписал президент Беларуси, был дан некий зеленый свет для развития блокчейн, технологий и криптопроектов в республике. Конечно, сначала это вызывало сомнение и удивление у всего сообщества, но сегодня надо признать, что это очень смелый шаг, который может позволить Беларуси совершить такой прыжок лягушки и оприходовать те новые блокчейн-технологии, сервисы, которые работают на основе блокчейна, криптовалютные проекты. Поэтому мы с большим интересом наблюдаем, что будет происходить. Как мне известно, в марте уже обещают принять какой-то подзаконный акт, который установит какие-то фреймворки, правила игры для игроков в этой сфере криптономики на базе парковых высоких технологий. И мне кажется, все это очень интересно. И особенно интересно посмотреть на то, как вообще GDPR и блокчейн сочетаются друг с другом. Скажите, пожалуйста, в зале вообще все знакомы, что такое GDPR? И поднимите руки, кто знает вообще про этот рекламент. Ну, знание, я смотрю, хорошее, да. И сколько в зале вообще есть токен-холдеров, людей, которые есть в криптовалютах, кто активно занимается... Так, таких криптовалютнейших, но они и есть. В общем, есть и те, кто хорошо знает GDPR, есть те, кто хорошо, видимо, знает блокчейн. Хочу начать сначала. GDPR сделал одну очень уникальную вещь. Право на забвение. Право на забвение – это довольно-таки молодое цифровое право. Я напомню, его корни лежат в директиве Еврокомиссии 1995 года. И право на забвение, по сути, означает, что любой пользователь может требовать удаления своих личных данных по запросу во избежание распространения третьими лицами. И это право, оно развивалось за последние годы. Сначала это известное дело Костехи Гонсалеса против Google. Соответственно, Европейский суд справедливости в 2014 году установил некий прецедент, по которому любой пользователь имеет право тренировать от поисковика удаление неактуальной и недостоверной информации о нем из результата выдачи. И это право плавно перетекло, соответственно, в регламент GDPR статьи 17. Это право уже несколько модернизированное. Оно называется right to ratio, то есть право на удаление. По сути, это уже некое большее право для пользователей. Вообще, конечно, GDPR, надо сказать, это хорошая новость для всех пользователей, достаточно плохая новость для компаний, которые сегодня думают, как сделать так, чтобы быть полностью compliant в связи с новым регламентом, который будет обязательным для всех членов Европейского Союза, в том числе для Великобритании. И вот в статье 17 это право уже звучит более уверенно. То есть пользователь имеет право требовать от контролера удаления своих данных. И, соответственно, это уже не только право поисковикам, а право к любым лицам, которые занимаются сбором, хранением и обработкой наших персональных данных. Теперь поговорим про блокчейн. Я напомню, что у блокчейна до сих пор нет какой-то понятной общей дефиниции принятой, поэтому я попытался здесь вывести свою на базе того, что имеется. Это криптографический сетевой протокол, представляющий у себя последовательную цепочку блоков, содержащих информацию, которая хранится на разных компьютерах, то есть децентрализованно. И нам надо вспомнить про признаки данных в блокчейне. Эти данные имеют несколько особенностей. Прежде всего, уникальность данных, потому что все данные, которые попадают в блокчейн, с них снимается так называемая хэш, и они являются уникальными. Неудаляемость данных является одним из ключевых, наверное, признаков данных в блокчейне, через чем уделяется повышенное внимание, что данные, записанные в блокчейне, не могут изменяться, удаляться и, соответственно, существуют там, можно сказать, вечно. И тождественность этих данных, которые копируются на машины, которые поддерживают, соответственно, сеть блокчейна. То есть одна и та же цепочка блоков много раз реплицируется, в связи с чем сеть получает такой серьезный фундамент для того, чтобы все участники сети могли подтверждать или иные транзакции. И, значит, наши данные, они синхронизируются постоянно в этих цепочках. Они публичные, любое лицо может получить доступ к ним. Они децентрализованы, и они защищены криптографией. Если мы говорим о централизованных сетях и о данных централизованных сетях, то мне очень понравилось определение, которое было выведено компанией BigChain. BigChain занимается разработкой платформы, и вот они предложили вот такую интересную концепцию. Концепция CRUNT относится к централизованным системам хранения данных, и, по сути, она означает, что данные могут создаваться, они могут читаться, обновляться и удаляться. Собственно, мне кажется, когда писался GDPR, изначально он исходил из вот этого самого принципа CRUNT, из понимания того, что огромное количество крупных телефон-компаний занимается централизованным хранением данных, а значит, они имеют возможность реализовать это право на забвение, право на удаление, которое предъявляют пользователи к социальным сетям, будь то Facebook, Google или Twitter. И, конечно, сейчас эти компании будут, я думаю, менять свою политику, и вообще весь IT-ландшафт может поменяться в связи с GDPR. И я думаю, что блокчейк, конечно, как революционная технология, несколько меняет эту концепцию, и вместо концепции CRUNT, когда мы говорим о децентрализованных системах хранения данных, нам стоит говорить о CRAFT. Чем отличается CRUNT от CRAFT? CRUNT от английского Create, Retreat, Abandoned, Burn. Создавать, извлекать, присоединять и сжигать. Ключевое отличие от хранения данных в централизованных сетях состоит в том, что в блокчейне вы не можете удалять те или иные данные. Вот если в зале есть держатели биткоинов или других криптовалют, попробуйте зайти в свой кошелек и удалить все свои валюты оттуда. У вас, скорее всего, ничего не получится, потому что нет такого функционала, а даже если бы этот функционал был, они бы исчезли из вашего кошелька, но они бы не исчезли из блокчейна. Поэтому, в отличие от традиционных моделей, эти данные невозможно удалить. Они хранятся в блокчейне, как правило, навсегда. И, соответственно, невозможно их изменить. Если вы хотите каким-то образом поменять, вы не можете это сделать, но можете только создать новую транзакцию, по сути, присоединить к старой транзакции новые данные, которые будут каким-то образом... Эти данные уже в новом виде предоставлять другие цепочки блока. И, соответственно, вы, как я сказал, не можете просто так взять их и удалить. Если вы хотите удалить данные из блокчейна, скорее всего, вам надо выкинуть свой приватный ключ. Все понимают, что многие... Все криптографические токены работают, функционируют с помощью системы публичного и приватного ключа. Публичный ключ – это, по сути, тот адрес идентификатора, по которому вам можно какую-то цифровую ценность передать, а приватный ключ дает возможность доступа к этим данным. Поэтому, если вы хотите избавиться, вам надо либо выбросить свой приватный ключ, либо создать какой-то рандомный новый публичный ключ. Если вы не знаете приватного ключа, сделать транзакцию туда. И, собственно, это будет цепочка блоков, которые никто никогда не сможет получить доступ без приватного ключа. Да, в этом ключевое различие. И создатели этой концепции выбрали такое слово, как burn сжигать. Хотя, может быть, на русском оно не очень хорошо звучит, но, по сути, это сильно отличается от удаления, потому что данные продолжают существовать, и пока тот или иной блокчейн существует, они будут там всегда находиться. Это, наверное, ключевой момент, который связан с GDPR. И сегодня возникают вопросы, а как вообще блокчейн-проектом быть комплайн в соответствии с GDPR, потому что реализовать это право пользователей мало кто сможет. Здесь нам надо сказать, наверное, о ключевых моментах, связанных с использованием блокчейна для хранения данных. Мы понимаем, что огромное количество блокчейнов создаются, которые нацелены на то, чтобы хранить данные о человеке. Есть проекты, связанные с блокчейнизацией беженцев, людей, которые ушли из дома и не вернулись. Некоторые государства создают целые системы идентификации пользователей, созданных на блокчейне. И здесь, конечно, есть несколько минусов, связанных с GDPR. Это вообще с хранением этих данных. Прежде всего, это невозможность идентификации субъектов. В регламенте есть такое понятие, как контролер данных. Контролер определяет цели, средства хранения этих данных. Так вот, когда мы говорим о, как правило, блокчейн-сетях, определить того или иного субъекта и контролера становится крайне сложно. Во-первых, в силу так называемой псевдонимности, любое лицо может запустить ноду у себя, присоединиться к блокчейн-сети, и крайне сложно становится определить тех самых ответственных субъектов, которые должны выполнять новые обязательства, указанные в регламенте. Второе – это открытость и доступность данных для всех. Если они попадают туда, любое лицо может эти данные получить, не обращаясь ни к вам, ни к контролеру. И это является, конечно, минусом того, что если данные туда ваши попадали, они становятся, по сути, общественным достоянием. Ну и необратимость транзакций, как я это сказал, даже при получении какой-то абузы, какой-то претензии от лица, что изменить мои данные, не удалить их, делать это в классическом получении невозможно. И это, естественно, создаёт некоторые сомнения в том, что блокчейн может вообще жить с GDPR-ом мирно. Но есть, конечно, очевидные плюсы. Плюсы заключаются в том, что блокчейн-системы, так называемые, так сказать, децентрализованы. Децентрализация систем и баз, по сути, конечно, серьёзно снижает риски потери этих данных. Потому что мы понимаем, самый большой риск потери данных заключается в их централизации. Если завтра Facebook, например, исчезнет как таковой, то ваши данные исчезнут вместе с Facebook. Если злоумышленники хотят получить данные, они, как правило, осуществляют атаки на определённые центры хранения. Сделать это проще, сделать это понять не так, понятно, где данные хранятся, их оттуда можно украсть, взломать, соответственно, может произойти утечка этих данных. И децентрализация в данном случае, она на самом деле обеспечивает высокий уровень надёжности этих данных. Потому что данные уже так просто не утекут. Атаковать децентрализованную сеть намного сложнее. Второе, это, конечно, криптографическая защита. То, что я сказал ранее, вы являетесь владельцем этого самого приватного ключа. И кроме вас без этого приватного ключа никто не может получить доступ к этим данным. Ну и транспарентность использования данных. Это, несомненно, является огромнейшим плюсом в связи с тем подходом, который исповедовал европейский регулятор, когда GDPR принималась. И основная идея была вернуть пользователям контроль над своими данными. Так вот, когда вы храните данные в централизованных хранилищах, естественно, вы не можете контролировать, как эти данные в дальнейшем используются. Кому передаст Google ваши данные, на каких условиях он передаст, кто получит доступ. Здесь вы должны доверять компании, иметь определенную степень доверия. И, соответственно, надеяться на то, что компания будет выполнять то, что она обещает в своей политике конфиденциальности. В блокчейне все, конечно, в этом плане транспарентный, потому что вы можете отслеживать, кто и как использовал ваши данные, все транзакции записываются, и это, естественно, является большим плюсом. И вот какие вызовы для блокчейна сулит GDPR. Прежде всего, не очень понятно, как определить того самого контролера. Конечно, можно сказать, что контролерами являются в данном случае майнеры, которые осуществляют, по сути, обслуживание блокчейн-сети и создают новые блоки. Но в таком случае, естественно, возникает вопрос, а где этот контролер находится, потому что мы понимаем, что блокчейн-сети могут опоясывать весь земной шар, и майнеры могут находиться в совершенно разных странах и в разных юрисдикциях. Отсюда возникает и второй вопрос, а где, как считать место обработки данных. И отсюда выникает вопрос, и какое законодательство применять при обработке данных. Вопрос открытый. Естественно, пока ответа на него ни у кого нет, потому что ваши данные могут обрабатываться при помощи блокчейн-технологий и в Беларуси, и в России, и в Китае, и в Южной Америке. И европейскому регулятору будет крайне сложно понимать и применять новые нормы GDPR к лицам, которые осуществляют обработку этих данных. Довольно интересным является вопрос, а что вообще понимать под данными и под персональными данными человека в свете новых концепций. Как мы понимаем и видим вообще из практики, сегодня это далеко уже не фамилия, имя, отчество и какие-то данные классические, которые мы относим к человеку. Например, есть решение Европейского суда справедливости, которое считает, что EIP-адреса относятся к персональным данным, потому что они могут посленно указывать на человека, а значит, они тоже подлежат охране. В свете блокчейна можно говорить о том, что ваш публичный ключ является персональными данными. Например, если я на своей странице указываю публичный ключ для получения каких-то крипто-донейтов, я говорю, вот, ребята, если вы поддерживаете мою деятельность, скидываете на кошелек, то, соответственно, по моему публичному ключу вы можете меня идентифицировать и понимать все мои входящие, исходящие транзакции. Ну, не говоря уже обо всех других цифровых идентификаторах, мне кажется, сегодня даже не пневм не является, один только никнейм является, относятся к персональным данным. Если вы забьете в Яндексе мой никнейм, который я использую во многих сетях, Regan13, это займет у вас 2-3 секунды для того, чтобы определить, кто скрывается с этим никнеймом. Поэтому здесь возникает вопрос, что считать этими данными и как будет подходить европейские регуляторы, национальные регуляторы, когда начнется имплементация GDPR, уже национальное законодательство. Еще один вопрос, это требования по минимизации. Тем не менее, мы понимаем, что блокчейн-сети имеют свойство масштабирования, то есть увеличения количества ремблик, и это не совсем сочетается с тем требованием по минимизации хранения данных, которые закладываются в регланте. В связи с этим возникает, естественно, вопрос, а как вообще блокчейн-проектом подходить к GDPR и подходить к новому требованию по удалению данных по заявлению пользователя. И здесь возникает несколько решений, которые можно было бы, наверное, озвучить. Прежде всего, это, наверное, решение в виде назначения суперадминистраторов, которые могли бы в блокчейн-сети эти самые данные каким-то образом изменять и удалять. Но, естественно, теряется тогда прелесть вообще блокчейн-сетей, а именно их критерии неудаляемости, их стабильности, и теряется вообще весь смысл использования блокчейна в технологических сетях. Второе, это, наверное, можно было бы сделать ограничение, что не применять право на удаление, право на запрещение в отношении данных, которые могут привести к бифуркации сети. Потому что, очевидно, удаление блока ведет к искажению всей сети. Если она происходит, то под угрозой становится вся цепочка дальнейшая, которая будет копироваться уже с модифицированными данными, а значит, трастовость сильно снижается, уровень гаверия к этой цепочке. Ну и третье, которое решение лежит на поверхности, это не записывать персональные данные в блокчейн, а хранить в нем только так называемые отметки времени, хэш-данные и ссылки. По сути, что это значит? Если вы конструируете блокчейн, архитектуру сети, то на начальном этапе вы здесь должны принять решение, что да, мы некакие данные в связи с GDPR-ом, хранить в блокчейне не будем. Если кто-то хочет получить доступ к этим данным, он может, соответственно, пройти по ссылке, если это лицо авторизировано на получение персональных данных, эти данные он получает с какого-то централизованного сервера, который он дальше может использовать. Здесь, конечно, возникает огромное количество рисков, о которых я сейчас скажу. То есть, блокчейн в данном случае является не хранилищем децентрализованных тех или иных данных, а скорее таблицей, в которой вы можете сверить переход тех или иных данных, время перехода и удостовериться, что данные не были изменены путем сравнения вот этого самого хэша, так называемого цифрового селектора в данных, и посмотреть, совпадают ли они, чтобы понимать, что данные являются тождественными. Но, естественно, если мы подходим к этому вопросу так, что мы не храним в блокчейне никакие данные, которые могут прямо или косвенно относиться к живому человеку, то теряется все волшебное свойство блокчейна, как достижение человечества, на которое сегодня делают ставки многие государства и технологические компании. Вопросом возникает сразу множество. Прежде всего, сразу возникает вопрос, а кто будет владеть этими данными в централизованных сетях? По сути, ничего тогда не меняется. И такие же компании, как Facebook, Google, продолжают хранить ваши персональные данные, данные, относящиеся к человеку. И возникает угроза, о которых я сказал ранее. Угроза утечки, угроза перехода и передачи этих данных без вашего согласия, угроза атаки и так далее. Второй вопрос, естественно, связан с шифрованием. А шифруются эти данные или нет? Возьмем, например, сервис Telegram. Известный сервис, который сегодня в России тоже находится под серьезным давлением ФСБ. Мы, кстати, сейчас занимаемся компанией «Битва за Телеграмм», «Битва за право на шифрование», которая, я думаю, затянется достаточно долго. Если кто-то не знает и не в курсе этой истории, значит, ФСБ просит от Телеграмма предоставления ключей для дешифровки данных. Телеграмм, на самом деле, про него есть много мнений. Есть мнение, что он действительно надежный сервис, есть мнение, что он не такой уж и надежный. Причина этому, наверное, из-за того, что Телеграмм использует довольно-таки интересную архитектуру, они используют свой стандарт шифрования. Клиентская часть у них open-source, открытая, а вот серверная часть она закрытая. И здесь мы только можем верить, что Дуров и его команда обеспечивают это надежное шифрование в несекретных каналах, так называемых обычных чатах. И все, что мы можем, это верить Дуров. То есть пока во главе сервиса находится хороший парень, скорее всего, наши данные будут безопасны. Но если после хорошего парня придет плохой парень, или вдруг парень внезапно под воздействием каких-то силовых органов решит сотрудничать, то, соответственно, наши данные находятся под большой угрозой. И сейчас мы это прекрасно понимаем, этот риск есть в связи с тем, что Дуров объявил создание довольно-таки амбициозного блокчейна на фоне Телеграма, на который он назвал ТОН. Сейчас давление на него довольно-таки высокое и в разных странах, и вот всякие конспирологические теории я слышу, что Телеграм уже не будет так безопасен, возможно, он работает уже со спецслужбами Соединенных Штатов и АНБ, кто-то говорит, что уже давненько работает с ФСБ, и есть возможность расшифровывать все эти чаты в Телеграме. В общем, это большая проблема, которая на самом деле сегодня стоит перед всем человечеством, и в блокчейне естественно у вас есть гарантия того, что ваши данные зашифрованы надежно, на ключ у вас, и скорее всего никто не сможет эти данные расшифровать. Это относится и к вопросу, кто может получить доступ к этим данным. Четвертый вопрос, естественно, где эти данные будут храниться. Если данные хранятся на цифроволизованных серверах, сегодня мы видим очевидную тенденцию к цифровому суверенитету, который есть в мире, то есть государство определяет собственные правила взаимодействия в сети интернет, и такие правила, если вы помните, может, не помните, есть и в России, это требование, например, о локализации данных, что все данные россиянные хранятся на серверах внутри российской федерации. В связи с этим, конечно, возникает множество рисков, и мы понимаем, что даже если, например, компания имеет одну политику в одной стране, эта политика может отличаться в другой стране. Все зависит от аудитории, от того, насколько компания готова соответствовать тем требованиям, которые выдвигают национальные регуляторы, как национальные регуляторы, Иран, Россия или другие страны. И самый главный вопрос, опять же, мы возвращаемся, если данные человека мы не храним в блокчейн, мы храним на той же отметке времени, а эти данные хранятся на серверах, которые принадлежат частным компаниям, возникает вопрос, о каком эти данные передаются и в каком виде. Все это, естественно, создает большие риски для работы децентрализованной платформы в Европейском Союзе в связи с правилами GDPR, несмотря на то, что регламент был назван технологически нейтральным, мы понимаем, что все-таки есть вопросы, на которые пока не так много ответов в плане работы новых технологий. Европейский Союз не имеет единой позиции по регулированию блокчейна на сегодняшний момент, скорее здесь действуют правила и законы стран, которые являются членами Европейского Союза, эти подходы сильно отличаются, кто-то уже имеет какие-то гайдлайны, кто-то не имеет, кто-то подходит к выработке законопроекта схожего с декретом, который был принят в Беларуси, кто-то еще находится от этого далеко. Поэтому, я думаю, что всему сообществу будет предложено выработать некие правила, стандарты использования блокчейна и соответствия новым требованиям регламента в связи с работой таких блокчейн-сетей. Естественно, блокчейнизация идет все активнее и активнее. Она покрывает уже огромное количество рынков, которые ранее находились в так называемых централизованных сетях. это уже и медицинские сервисы, и туристические сервисы, это развлекательные сервисы, это финтех, несомненно. И я думаю, что в ближайшие 5-10 лет эта тенденция будет увеличиваться, потому что несомненно, блокчейн дает нам множество новых интересных возможностей для управления собственными данными. И, конечно, нельзя сказать, что блокчейн является какой-то опасностью для нас, что наши данные не будут защищены, наоборот, это является отличным решением, как мы сами можем этими данными управлять и быть уверенными, что никто не сможет получить доступ, не имея наших приватных ключей. Поэтому я все-таки думаю, что регламент будет по блокчейну какой-то тоже в Европе принят. Сейчас же участникам пока на уровне саморегуляции, на уровне построения архитектуры своей блокчейн в сети предстоит решить эти вопросы что же делать. Действительно выносить хранение данных из блокчейна, создавать этих суперадминистраторов или просто игнорировать пока требования GDPR по возможности удаления, по возможности задвления этих данных и надеяться, что регулятор выработает какой-то подход, который будет делать исключение для ряда технологических проектов, понимая, что это может разрушить всю гектануру. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня рассказать, какие мы видим первые вызовы для децентрализованных сетей. Пока, естественно, эти вопросы, они скорее литерические, и на них мы будем пытаться ответить в самое ближайшее время, и юристы, и программисты здесь должны поработать вместе, для того, чтобы создать те самые идеальные стандарты. А пока давайте крабить, если кто-то знает, что такое крабить, и если кто-то знает, что такое крабить в современном игровом мире, это словечки из игрового мира, оно по сути значит играть с модом, с игроком, не настоящим плеером внутриигровой платформы, для того, чтобы выбивать из него цифровые ценности, да, будь то оружие, деньги и так далее. И нам сегодня с вами надо эти цифровые ценности создавать, я думаю, блокчейн прекрасно подходит для создания и передачи этих ценностей, будь то финансовые ценности, или, соответственно, информация об активах, информация о наших данных, которыми мы также можем расплачиваться. И пока я вижу, что блокчейн несет все-таки больше пользы для человечества, чем вреда, а все остальное будет совместно программисты, технарии, юристы и представители гражданского общества сможем решить это в самое ближайшее время. Если есть по теме какие-то вопросы, у нас есть еще буквально 20 минут, мы можем пообщаться и забрать какие-то вещи, может быть, которые были не очень понятны, или вызывают дополнительные вопросы уважаемые аудитории. А у нас как-то микрофон будет, чтобы все слышали и может, да, если придется. Отлично. Добрый день, спасибо за интересную презентацию, у меня зовут Каролина, Аксистерс. Скажите, пожалуйста, в отношении блокчейна принцип невозможности идентификации пользователей. Буквально недавно исследователи Катарского университета развели миф о невозможности идентификации, идентифицировав порядка 100 пользователей, которые приобретали наркотики через эту биткость систему и сервис Silk Road. Возможно, вам известна более углубленная информация, каким образом происходила идентификация, возможно, это через никнеймы, потому что конкретно были идентифицированы аккаунты социальных сетей, порядка 20 из которых содержали очень подробный перечень персональных данных. Конечно, это миф, да, и биткоин и другие, соответственно, блокчейн-системы, они не являются анонимными, мы это прекрасно понимаем, это больше псевдонимные системы, и возможность идентификации возникает у вас, когда вы пытаетесь неизвестному вам лицу перевести средства, вы не можете знать, кто стоит за этим публичным ключом. Но, естественно, эти данные очень хорошо обрабатываются в плане оперативно-розыскной работы, есть отличные возможности отслеживать транзакции в биткоин-цепи, поэтому, на самом деле, для поимки преступников и тех, кто использует биткоины, есть огромное количество методов, которые сегодня уже есть, и ФБР, и они неоднократно использовались. Правда, конечно, взять Вильбрехта и закрыть дело Силкроуда помогло не это, а там помогло то, что Вильбрехт оставил несколько цифровых следов, еще когда только начинал создавать сервис, и буквально два цифровых следа позволили его схватить. Понятно, что в цифровом океане хранится все, и довольно-таки глупо полагать, что можно сохранить 100% анонименности. Вы можете сохранить анонименности, по крайней мере, с какой-то уверенностью 90%. Остальные 10% стоит, наверное, оставить на то, что органы правопорядка потратят какие-то средства на операцию, смогут выследить и определить ваши цифровые следы, и, соответственно, привлечь любого преступника к ответственности. И в этом плане, мне кажется, биткоин и другие криптовалюты, ну, если мы не говорим о криптовалютах нового поколения вроде Монера, где анонимность становится еще большим приоритетом, используется принцип так называемого двусмысленного шифрования, становится легче, чем если бы преступники оперировали в долларах. Потому что каждая транзакция в блокчейне пишется, и вы можете самой первой транзакцией отследить, по сути, все остальные и движения этих средств. Поэтому, естественно, несмотря на то, что право на анонимность остается нашим базовым цифровым правом, надо понимать, что оно не абсолютно и любая технология не может обеспечить ее стопроцентное исполнение жизни. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Меня зовут Ольга Гучек. Я и редактор журнала юрист, я и юрист стартап-акселератора Inside the Day. Вопрос вот какой. Даже бэджик зеленый, что можно фотографировать, и это здорово. У кого-то желтое, что фотографировать нельзя, чтобы вдруг кто-то не нашел себя в сети сохранил себя и в комнатах. Вроде бы на ощущении понятно, зачем сохранять персональные данные. Но может быть приведете конкретные примеры, конкретные причины, почему в Европе начали разрабатывать рекламы и его приняли. Почему в России приняли законы персональных данных. То есть конкретные предпосылки, конкретные причины этого. Ну мне кажется, я уже об этом сказал, что вы сказали, что это золотой актив, и что это нужно, и что это наше право. Ну конкретики хочется. Основной посыл был при принятии GDPR это вернуть контроль над данными в цифровом океане самим гражданам. Понятно, что чем больше технологий появляется, тем меньше мы можем эти данные контролировать. В условиях, когда один сервис их передает другому сервису, данные хранятся в разных местах, и соответственно есть разные политики их обработки, контролировать становится все сложнее и сложнее. Либо вы вообще должны никакие данные никому не предоставлять, и быть в таком цифровом средневековье, тогда надеяться, что ваши данные никуда не уйдут, хотя это тоже не является стопроцентной гарантией, потому что кто-то может вместо вас эти данные внести. И это была основная идея вернуть людям возможность управлять своими данными, для того, чтобы не компании сегодня задавали то, как эти данные будут храниться и обрабатываться, а все-таки то задавали сами граждане. А в чем опасность того, что кто-то другой контролирует, кто-то другой собирает эти данные? Конкретные риски вот это. И контроль это тоже такое слово общее. Я думаю, что риски достаточно понятны. Риски незаконного использования, риски передачи этих данных, риски утечки этих данных. И это мы видим повсеместно. На самом деле, сегодня в России я наблюдаю очень печальное отношение к охране персональных данных за меграф. Если вы сегодня пойдете в налоговую у нас и зарегистрироваете ферму, то, скорее всего, через два дня вам позвонят назойливые агенты и предложат бухгалтерские услуги, юридические услуги и все остальное. Мы видим, как само государство довольно-таки слабо относится к защите персональных данных и не особо не уважаем. Эти утечки происходят постоянно. Это, соответственно, создает и довольно-таки субъективный вред, когда вы считаете, что тем самым, например, назойливой рекламой, спамом и распространением этих данных наносится вред вашим личным неимущественным правам. Это могут быть и вполне осязаемые последствия в виде финансовых потерь, в виде, соответственно, недополученной прибыли, недополученных доходов. И в совокупности, мне кажется, эти субъективные и объективные результаты, они являются вот хорошим примером, как небережное хранение данных сказывается на вас всех. Понимаю? Может, пока люди думают? Меня зовут Андрей Сюшко, я из Human Constant, я просто вспомнил хороший пример белорусский-белорусский, да, ты, смотри, сможешь, признаешь. Я помню, что еще лет 5-6 можно было прийти в любую поликлинику сказать, Андрей Сюшко, слободская столько-то квартира, дом, отчество и давали карточку на руле, да? Что за карточку? Ну, физическую, медицинскую карточку, вся моя биохимия, все эти флюорографии, все остальное. Человек мог увидеть. Сейчас, сейчас, наверное, что-то уже было, и когда ты приходишь, мы принесем врачу. и ты уже заказываешь, да? Сейчас уже, наверное, паспорт может. Это вопрос или инвестикация? Ну, вот это вот из того, мне кажется, какой-то близкий пример, для того, чтобы понять, почему это важно. Может, кто-то еще вопрос? У нас есть 10 минут нам придет о чем-то говорить до следующего спектра. Что-то, давайте верюнуть. тут, коллеги сказали, что сначала, говорит, не было что-то слишком понятно, потом мы 4 буквы GDPR прогуглили, и все стало понятно. Да? Здравствуйте, меня зовут Елена, я вот хочу узнать, вот блокчейн, кем он контролируется, какими органами или какими организациями? Вообще, кто организует такой сервис? Ну, вот это хороший вопрос, да? Видимо, то, что я читал раньше, было не совсем понятно. В целом, можно сказать, что бывают два вида блокчейна, да? Это публичные блокчейны и приватные блокчейны. Публичный блокчейн отличается тем, что он может позволить любому количеству лиц неограниченному кругу подключиться, запустить свою воду, так называемый узел обработки входящих транзакций. И он позволяет масштабироваться сети по всему миру. Вот, например, хороший пример публичного блокчейна биткоин, который был создан неким Сатоши Накамото, которого никто никогда в жизни не видел. Соответственно, не было организатора токен сейла, непонятно, кто эти токены выпускал. Сообщество само договорилось в порядке нахождения консенсуса, что по такой алгоритмической модели с использованием такой криптографии мы будем использовать эту технологию. Есть и приватные блокчейны, например, гиберленджер, когда количество лиц ограничено, не все могут войти, и там есть более понятный контролер. И естественно, большинство проектов сегодня нацелены на создание в серии финтеха публичной блокчейны. И в публичном блокчейне нет того самого лица, к которому можно прийти и сказать, что уважаемый. Мы поменяли правила игры, соответственно, мы изменили закон, как ты должен делать то-то и то-то, ты должен удалять эти данные, ты должен предоставлять информацию. В этом и заключается вообще прелесть блокчейна, так как нет централизованного органа, невозможно требовать, ну, например, блокировки тех или иных счетов, блокировки тех или иных транзакций, исполнение каких-то требований, которые не совсем соотносятся с публичным интересом. И здесь ключевым фактором является консенсус, консенсус участников, являющихся, можно сказать, операторами этого публичного блокчейна. А кто организовал это вообще? Садочный Накамото. Это который он и протокол? Сам протокол был, на самом деле, известен давно, но Накамото первый использовал его массово использовал в биткоин цепи. И если какое-то время назад у нас блокчейн плотно ассоциировался с биткоином и казалось, что блокчейн не имеет никакого смысла без собственной криптовалюты, без токенов, то есть сегодня мы видим уже, что блокчейн отсоединился от криптовалют, в нем не всегда теперь есть токены, не всегда есть криптовалюта, он может выполнять самостоятельную функцию для регистрации транзакций. например, блокчейн сейчас используется органами, осуществляющими регистрацию недвижимости, регистрацию перехода активов, и там вполне понятно устроен после регистрации тех или иных транзакций информация становится публично доступной, и она служит некой таблицей, на которой вы можете ориентироваться для валидации полученных данных. на таблицей надеюсь понятно и понятно за то, что на кого-то скорее всего и нету может это я Здравствуйте Я зовут Елена я юрист и я задам возможно глупый вопрос потому что я не технический софтенспециалист я не понимаю точно как это работает но вот я знаю что в системе биткоина что огромное количество майнеров сосредоточено в Китае но Китай решил по какой-то причине ограничивать эту систему ограничивать вообще блокчейн и криптовалютой и блокировать их постепенно и вот что будет если вот такая огромная страна где такое огромное количество майнеров и этих мощностей сосредоточено просто их отключат ну в этом наверное прелесть биткоина да и вообще в целом блокчейне что даже если вы кинете атомную бомбу на Китай то скорее всего не исчезнет он продолжит существовать естественно это как-то скажется на том что майнинга будет меньше возможно транзакций огромное количество зависит из-за этого потому что вот тот протокол который реализован в биткоине сейчас имеет слабую пропускную способность до этого акция выстроится вручки и долго будут обрабатываться но сам биткоин от этого не исчезнет и в этом конечно прелесть блокчейн биткоина защищена централизация протокол описан так что централизация в принципе там невозможна но есть некие другие сейчас более китайские подделки которые на самом деле намного больше централизован потому что сейчас в основном все майнеры находятся в Китае и производители оборудования сейчас имеют такую и хитрую маркетинговую политику что майнеры создаются так чтобы майнер кэш манился на более выгодных условиях поэтому здесь есть амбициозные планы вытеснить биткоин как таковой кто-то считает что биткоин уже отжил свое и сегодня он уже технологически не вытягивает но это связано с тем что при создании этой монеты никто не думал что масштабируемость будет такая огромная и миллионы людей будут вовлечены в это то есть те вопросы которые не ставим сегодня они не ставились еще семь лет назад и поэтому есть какие-то уже решения которые пытаются реализовать вот биткоину который позволит отделять от учета транзакций от учета своих криптоактивов и будущий биткоин зависит от успеха реализации протоколов нетворк на узлах сайтмайнеров опять же нужен этот сам консенсус который в биткоин сообществе довольно таки тяжело достигается это занимает длительное время если консенсус найден то меняется протокол может обновляться если он не найден то создаются те самые форки отсоединения от основной цепочки и создание новых цепочек жестовыми блоками которые не поддерживают основной цепочкой спасибо а еще один возможно другой вопрос на всю эту систему на сам процесс майнинга уходит огромное количество электроэнергии и огромное количество денег и я слышала такую идею что это все становится настолько дорого что в принципе есть возможность вообще исчерпания этого ресурса станет слишком ресурсо-энергозатратным и уже не так финансово неэффективным может быть ну да такое мнение есть соответственно я не могу сказать сколько вообще тратится на биткоин электричество и здесь еще есть экологическая проблема да что мы тратим ее не туда но мне кажется что это не является большой проблемой потому что ценность валюты будет постепенно увеличиваться конечная эмиссия она все-таки имеется да в протоколе биткоина когда мы его перестанут майнить уже надо будет обслуживать имеющиеся имеющиеся выпущенные эмитированные биткоины но сегодня уже создаются несколько новых протоколов на базе блокчейна может быть вы слышали это proof of stake да это новый протокол майнинга криптовалют который кардинально получается proof of form который используется в биткоине то что ваши криптоактивы по сути какие-то может быть криптомонеты они майнят новые криптомонеты то есть здесь используется программное обеспечение они используются hardware да у нас наверное будут последние вопросы пока я иду по поводу что будет если в Китае запретят вы в Минском аэропорту видели что там уже есть все на аэропорту я не шучу что это что есть я же рассказывал что сегодня что то звонили там китайцы спрашивали снять ангар или завод в Минске поставить там ферму ну это все в отличие ну я думаю в Беларуси есть все шансы для того чтобы китайцы сюда приезжали потому что вот в том виде в котором декрет сейчас звучит да и как я читал нулевое налогообложение это можно сказать бесплатный вход еще платить не надо делать что хочешь конечно пока не вызывает некие сомнения что позволит людям шифропанков которые изначально реализовывали идею биткоина и глупшина реализовать его в полной мере в Беларуси без контроля государства без идентификации личности потому что здесь существует множество рисков этой страны если вот дать такую увольницу всему криптосообществу то скорее всего будут какие-то вопросы со стороны мирового сообщества потому что сейчас мы видим там G20 занимается деаршеризацией есть процедуры G20 которые предъявляют ФАФ комиссия по отмыванию денежных средств и естественно если вы не будете идентифицировать личности контролировать потоки данных то мировое сообщество может принять какие-то санкции против страны поэтому это действительно серьезный риск для экономики но тем не менее это вот возможность такого прыжка сразу в технологический рай и возможно в Беларуси этот технологический рай достанет Беларусь не говорим слово санкции а то у вас теперь санкции я хочу сказать спасибо передать микрофон Алексею который расскажет дальнейшую логику всего нашего мероприятия я могу сказать просто что стартисты не только умеют умно говорить но стартисты еще адвокат и практикующий юрист в том числе занимаются консультациями рекламу да 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 если стартисты еще здесь сегодня или завтра до вечера не скажу куда мы ходим завтра с стартистом ладно идем в ракопарк вот вот если у вас есть какие-то есть какие-то конкретные вопросы да вы можете нам писать то есть конечно ерунду не пишите но если что-то серьезное что не щелкает сидис мой да прогнаете в телеграме если не нет вы нам напишите а потом передадим с royalty спасибо сергис спасибо шутк так что мы покажи Продолжение следует...